Приветствую вас, уважаемые телезрители! Приветствую и поздравляю с праздником Крещения Господня! И в прошлой беседе мною были перечислены темы, сплетающиеся в евангельском рассказе о Крещении Господнем, событий, празднуемым ныне Церковью и празднуемым в этот день каждый год. И первая тема здесь – значение этого события в земной жизни и служении Христа. Иоанн Предтеча проповедовал Крещение как акт раскаяния и очищения. Принимающий от Него Крещение своим погружением в воду свидетельствовал, что сознает греховность прежней жизни, раскаивается в ней, ищет очищение, прощение и начало жизни новой. Но почему потребовал такого Крещения сам Иисус, Сын Божий, пришедший в мир исцелить грех своей безгрешностью, приобщить человека к божественной жизни? Вы знаете, этот вопрос, этот вопрос, как мы знаем из Евангелия, был и в сердце Иоанна, когда он спрашивал, «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» И вот ответ Церкви на этот вопрос. Принимая Крещение Иоаннова, Христос отождествляет Себя со всеми людьми, со всеми без исключения грешниками, со всеми нуждающимися в прощении, спасении, возрождении. Отождествляет Себя со всеми и каждым, и значит, с любым из нас с вами. Своим Крещением Он свидетельствует, что пришел не для того, чтобы судить и осуждать, не для того, чтобы извне, с высоты своего совершенства и божества, дать нам закон и правила, а для того, чтобы соединиться с нами, чтобы, став одним из нас, сделать нас участниками своей совершенной, своей безгрешной жизни. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, в первой главе 30 стих, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Об этом говорит про Него Иоанн Креститель. И наш мир, и в наш мир Христос вошел как младенец. В Своем рождении Он принимает на Себя, делает Своею нашу человеческую природу. Сын Божий становится Сыном Человеческим. Но не для праведников, а для грешников и погибающих пришел Он на землю. Их возлюбил Он Своею жертвенную любовью. Им отдает Себя и всю свою жизнь. И вот в крещении Иоанновом Он безгрешный с нами, грешными, несовершенными. Он Спаситель с нами, порой погибающими, духовно гибнущими, потому что никакой грех не может преодолеть любви Бога к человеку. В начале Своего земного служения Он соединяется с нами, грешниками, в крещении и покаянии. Подобно тому, как в самом конце Его жизни земной Он вольно соединяется с нами в смерти. Все это свидетельствует о том, что Христос хочет спасти нас любовью. И только любовью. А любовь – это всегда и соединение с тем, кого любят. И вы знаете, как же должно быть радостно для нас вечное это свидетельство. Сколь должно быть утешительно это нисхождение Сына Божия в нашу израненную и затемненную грехом жизнь. Как сказано у пророка Исаии, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились. Но в крещении Господа нашего и Спасителя в иорданских струях есть и другой, еще более глубокий, еще более радостный смысл. И Он раскрывается, даруется нам каждый год в день этого удивительного праздника. Вот посмотрите, после крещенской службы выходим мы на водоосвящение. Вот раздаются торжественные и ликующие слова. Глаз Господень на водах. И раскрывается перед нами символическое значение воды. Вода есть жизнь, потому что без нее ничто живущее жить не может. Одновременно вода есть чистота, потому что без нее невозможно очиститься и обновиться. Кроме этого, вода отражает красоту неба и всего творения. И потому она есть отражение божественной любви, божественной красоты, божественной жизни. И вот в эту воду погружается, с нею соединяется Бог. Бог, пришедший в мир для его спасения и возрождения. И снова наполняется мир красотой и смыслом, наполняется жизнью преизбыточествующей. Мир оторвался от Бога, забыл, перестал видеть его и погрузился в грех, в темноту, в смерть. Но Бог не забыл мир и вот возвращает его нам в сиянии первозданной славы. Жаждущий пусть приходит ко мне и пьет. У верующего в меня потекут потоки воды живой, читаем мы в Откровении, в Евангелии от Иоанна. И в этом мире все, включая саму материю, само вещество, ее снова становится путем к Богу, общением с Ним, возрастанием в божественной жизни. И потому в светлый и радостный День Богоявления мы празднуем пришествие Бога к своему творению. Мы не знаем в точности, что ощутил Иоанн, когда трепетной рукой прикоснулся к Спасителю, когда увидел развершееся небо и услышал глаз свыше. Но был, несомненно был этот момент ослепительного света, когда мир открылся опять, как мир Божий, очищенный, омытый, возрожденный, исполнены хвалы и благодарения. Христос приходит обновить всю тварь. Поем мы в церкви. И это обновление мы празднуем. Этому обновлению радуемся при виде священника, кропящего новой, святой, божественной водой. Сначала храм, затем нас, наши дома, окружающую природу, весь мир. Радуемся при виде людей, устремляющихся испить этой живой воды, льющейся в жизни вечную, и приобщиться к жизни, исполненной Бога. Ничего вокруг нас как будто не изменилось. Но вот вы знаете, внутренним взором, внутренним слухом сердца и души мы видим, мы слышим, ощущаем присутствие Бога в мире, который Он так возлюбил, что отдал, погрузив в Него Сына Своего Единородного. А потому всякий, жаждущий, да приходит к Нему и получает этот дар, дар воды живой, дар новой, чистой и возрожденной жизни. С праздником всех вас, дорогие! Субтитры создавал DimaTorzok